20 мая по всей стране ночь музеев, а это повод посетить выставки и экскурсии. Сразу забегу вперед, видите, в какой я сегодня уникальной, замечательной компании. К теме вернусь. Надо сказать, что всероссийская акция в этом году пройдет в 17-й раз. Субботним вечером попасть на открытие выставок, посетить концерты, спектакли, мастер-классы, лекции, экскурсии могут все желающие без исключения. Более 200 мероприятий, их проведут на 128 площадках, среди которых муниципальные, краевые, федеральные и частные. Конечно, музеи, галереи, а также библиотеки и театры. Ну что, теперь представлю вам наших гостей. Невероятная компания сегодня, руководитель арт-центра «Антиквар» Алексей Виткалов. И две его спутницы, помощницы и даже экскурсоводы Бри и Хорси сегодня у меня в гостях. Я вас приветствую. Добрый день. И беру их с собой, они с удовольствием посещают различные выставки. Их пускают с камерами галереи, такие как «Особняк», галерея Ларина. Вот в ближайшее время Бри очень любит художника Владимира Мигачева. Вот так вот. Бри любит художника, да, смотреть картины, рассматривает. Да, когда у нас появляются новые картины, либо художники готовятся к выставке, она заходит в галерею, ложится и рассматривает картины. Некоторые быстро проходят, а на некоторых зависают и ложится и подолгу рассматривает. Есть фотография, успел я сфотографировать, когда картина висит, и она на задние лапы встала и рассматривает эту картину. Это такой первый критик, да? Ну, она, к сожалению, не может выразить свои как-то мысли по этому поводу, но можно увидеть по количеству времени, которое она тратит на эти картины. Ну, вот если Бри и Хорси не во все музеи, скажем так, могут попасть, вот дневные прогулки им очень нравятся. Их можно спело, наверное, назвать уже экскурсоводами, потому что когда смотришь то видео, которое появляется в социальных сетях, вот просто, не знаю, я вот тоже зависаю, как вы говорите, смотря на них. Как вообще пришла идея надеть на собак камеры? Как это родилось? У нас же мероприятий проходит много в галерее, и поскольку занимаюсь еще организацией, не всегда успеваю снимать самое ценное, что сейчас есть, это контент. И тут на помощь мне пришла Бри. Она с удовольствием бродит по мероприятию, ей дают интервью без проблем. Человеку сложно взять интервью, а собаке проблем никаких нет. Ей можно рассказать все. Ну, ее, конечно, никто не спросит, а что вы тут снимаете? Да, есть такое, журналист спрашивает. У собаки не спрашивают. Да, ну, чтобы нашим зрителям было понятно, давайте покажем, как вообще на самом деле это происходит. Несколько секунд посмотрим. Субтитры подогнал «Симон»! Не случайно выбрали именно этот момент, пробегают как раз мимо галереи художественной. Кто вообще выбирает такие маршруты? Есть ли у вас или, может быть, у девчонок любимые? Конечно, проходя по маршруту, они выбирают его в соответствии с наличием сосисочных и чебыречных. Вот так. Да. Но, тем не менее, им очень нравится посещать площадку возле музея Коваленко. Там у них летняя площадка, где иногда выставки проходят. Брисхорси там с удовольствием заходят, рассматривают экспонаты. Да, их уже знают, пускают туда без проблем. Также они с удовольствием бродят между различной техникой, пролазят под танками в музее на Затоне. Очень близкие девчонки к искусству. У вас есть любимые места в Краснодаре, которые вы часто посещаете с интересом? У нас культурных мест не так много, поэтому я с удовольствием посещаю их все. Периодически, где проходят различные выставки, это всегда очень интересно. У нас в Краснодаре, на первый взгляд, только кажется, что мало мест, которые можно посещать. На самом деле, это и различные галереи, и музеи у нас, и музеи ретромобилей есть, и музей кукол. И каких только музеев не появляется все больше, это очень здорово. Есть у нас экскурсии, есть по городу экскурсии. Вот новая экскурсия появилась по барахолке, с возможностью приобрести какие-то предметы с профессиональным консультантом. И такие уже услуги есть. Чем больше в городе будет туристов, и чем больше развиваться будет эта отрасль, конечно, будет появляться больше интересных маршрутов, больше интересных мест, поскольку, как правило, культурные вот такие события, они требуют затрат, и они не коммерческие. Редко, когда кому удается извлечь какую-то выгоду из подобных мероприятий. Не возникает идеи создать свой маршрут не по барахолке, а по Краснодару, вот с такими гидами? Да уже была идея такая, я начал даже записывать экскурсию, установил на брединамик, но проблема в том, что нужен другой голос, она мой голос слышит, и она воспринимает как команда, и заслушает, стоит сама слушает то, что я говорю. То есть она, получается, единственный слушатель этой экскурсии. А так, да, думаю, запишем со временем каким-то другим голосом маршрут, выберем с интересными зданиями и даже опубликуем, потому что просмотров очень много из других городов. Все-таки весенний Краснодар, он зелененький, красивенький, у кого-то еще снег лежит, а у нас все в зелени, в цвету еще с точки зрения собак в таком ракурсе необычном. Смотрят из других городов с большим удовольствием, ставят лайки и комментарии. Да, необычно. Вы как раз заговорили о том, что у нас, если говорить о Краснодаре, много интересных музеев, частных музеев. Это действительно и музей кукол Барби у нас есть, и ретро-автомобили. Но на Кубани вообще богато музеем. Не только в краевой столице есть необычные. Так вот, в Темрюке есть такой музей, можно назвать, называется он «Планета осликов». И сейчас экскурсовод Оксана Кознышева с нами на связи. В руках мы уже видим главный, наверное, экспонат. Здравствуйте, Оксана Николаевна. Здравствуйте. Вас приветствует музей «Планета осликов». Это целая «Планета осликов». Действительно, я побывала у вас только виртуально и уже получила массу удовольствия. Расскажите, ваш музей принимает участие в всероссийской акции «Ночь музеев»? Что-то подготовили? Конечно. У нас и отдельная экскурсионная программа подготовлена для наших посетителей, для наших гостей. У нас будут представлены новые экспонаты. Коллекция наша пополняется. Экспонаты, которые не выставлялись до этого, их можно будет и потрогать, и принять участие в небольших мастер-классах. В общем, программа, я думаю, будет интересной и веселой для взрослых, и для детей. Ну вот надо отметить, что «Планета осликов» – это единственный в мире музей одного персонажа. Расскажите, сколько всего экспонатов насчитывает ваша коллекция? Коллекция на данном этапе – это уже практически 5000 экспонатов со всего мира. «Планета осликов» мы себя не просто так называем. У нас экспонаты собраны со всего земного шара. Ну вот в руках у вас наверняка какой-то особенный экспонат, да, особенный предмет. Расскажите, что за ослик у вас в руках? Может быть, какая-то необычная история с ним связана? Это тот самый герой, с которого началась вся наша история. Коллекционер наш, это частная коллекция. Наш коллекционер Елена Абруцова, ей в детстве на день рождения, 25 лет назад, подарили две плюшевые игрушки и вот такое чудо, привезенное из Испании, как сувенир. Ну вот с этого началось собирательство коллекции, ну и, собственно, сейчас это выросло вот в такой музей. Вот такой ослик Гауди, это Барселона, вот такой фарфор. Очень красивый экспонат. Скажите, еще какие-то знаменитые ослики есть в коллекции? Ну, не знаю, может быть, как известный ослик И.А., например? Осликов И.А. на самом деле очень много. Это и наша Гжель, это и Хохлома. Осликов И.А. очень много и в Диснейском вот таком варианте Винни-Пуха. И, конечно же, наш советский мультфильм. Их представлено достаточно в нашем музее. Есть очень много интересных предметов. Есть предметы со своей историей, притом такой уже многовековой. Это у нас и венская бронза, это и вот такая, вот такие пары ваз. Это вазы из сгоревшего английского особняка, костяной фарфор 19 века. Ну, тематика наша, так как видите, ослики на берегу моря. То есть вот в нашем музее они обрели второе дыхание. Спасибо большое, Оксана, за такую мини-экскурсию. Я думаю, что заинтересовали сегодня наши зрители. Если есть возможность, отправляйтесь. И там целая действительно планета осликов. Спасибо, Оксана Познышева, экскурсовод, была с нами на связи. Алексей, вот вы тоже владелец галереи. Я часто бываю у вас и знаю, что она абсолютно не хуже музея любого частного. А какие-то у вас есть необычные, уникальные экспонаты, которых стоит прийти и посмотреть послушать? Все экспонаты уникальны, я уверяю вас. Начиная от черной кассы, не все знают, что это такое. На самом деле это символ самой успешной общественной организации в истории экономики российской. Это общество взаимного кредита в Краснодаре. Вот ему принадлежало здание Госбанка. Консиболом их был такой ящик черная касса. А у нас черная касса такой имеет более негативный подтекст. Ну, другие интересные предметы. На самом деле мы отличаемся очень сильно от музеев, потому что мы существуем в форме антикварного магазина. Мы можем предметы не экспонировать там за стеклом как-то, да, а давать людям в руки подержать и при желании возможности унести с собой. Кроме того, мы эти предметы реставрируем и возвращаем к жизни. В музее просто хранятся. Ну и, как всегда, антикварная реставрация, она отличается очень сильно от музейной. Музейной-то нужно оставить все как было и законсервировать. А антикварная реставрация-это когда нужно восстановить так, как было на самом деле. Как этим пользовались и продолжить пользоваться. Самоваром, неважно, чем граммофоном. Откуда такая любовь у вас вот к антиквариату? Откуда история начинается? Так получилось очень давно в далеком детстве. У меня дедушка был, нельзя сказать, что он любил это. Просто ему нравилось собирать марки и монетки. И таскал меня с собой в первомайскую тогда рощу, где иногда собирались по воскресеньям коллекционеры. Но дело в том, что у них на лавочках были модельки машин, календарики, а под лавочкой были совсем другие предметы, которые меня, конечно, и восхитили. И теперь это перерасло уже в огромную галерею. Сколько можно посчитать? Сколько у вас экспонатов? Экспонатов? Или это уже все? Счета нет? Тысячи с лишним, наверное. Ну, вы понимаете, они все время курсируют. Это же не постоянные экспонаты. Пошел на барахолку, купил три предмета, три патефона разломанных, собрал из него один. Три остатки оставил на запчасти, а этот запустил и продал. И работает, да? И продал. И у кого-то в доме появился звук прошлого. Ведь патефон или граммофон, это такой единственный, наверное, прибор, который позволяет звук именно оттуда услышать, как он звучал тогда. У него специфическое звучание. И слово патефон, кстати, есть только в русском языке. Это нарицательно, как жип, ксерокс, памперс. Ну вот, да, вот смотрите, вы сейчас рассказываете такие истории познавательные больше. Ну, казалось бы, вот посещение таких музеев, как там та же самая планета Осликов, не знаю, куклы Барби, да, какие-то галереи. Ну, может быть, кто-то больше считает это таким развлечением. Но на самом деле это же не совсем так. Ведь можно, разглядывая все эти предметы, в том числе и антиквариат, конечно же, изучать и историю, и литературу, и искусство. Вот именно поэтому я говорю, что антиквариат это еще и полезно для здоровья. Поскольку каждый предмет, он несет в себе новое знание, которого никогда у тебя в голове не было. Ты просто не знал об этом. Начинаешь предмет изучать, узнаешь эту информацию, что это технология, ее уже нет, так уже никогда и делать не будут. Если будут делать, это будет очень дорого. Таким образом, в голове формируются новые нейронные связи. А биологические клетки вынуждены формируются, чтобы поддерживать эти нейронные связи. Так что это еще источник молодости. Вот так. Поэтому вы так хорошо выглядите. Совершенно здорово. Еще хотелось бы поговорить об одном музее. В нашем регионе есть необычное интерактивное пространство. Его так можно назвать. Это, не побоюсь сказать, музей света, галерея света. Там не просто экспонаты, что-то невероятное происходит. Сейчас попросим рассказать специалиста по туризму. Анна Золодько с нами на связи. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Уже что-то мы за спиной у вас видим, какие-то периминации. Расскажите, что это. И чем удивлять будете своих посетителей завтра на ночь музеев? В этом году у нас масштабная программа. Мы предлагаем гостям посетить на выбор 5 разных экскурсий, преимущественно бесплатно, по предварительному бронированию, и со скидкой до 70%. В рамках ночь музеев мы начинаем работать уже с 6 и закончим после полуночи. В ночь музеев мы предлагаем нашим гостям наши лучшие экскурсии от посещения тоннелей 19 века, в том числе пространства арт-галерея света, а также до таинственного путешествия по самым мистическим местам наших тоннелей. Ну вот я знаю, что у вас можно и слушать, и смотреть, и играть, и даже путешествовать по другим мирам. Расскажите, как такое возможно? Все это про нашу неземную галерею света. Место слияния науки, творчества и человека. Все то, что наши гости здесь видят, это зависит от них. В галерее света вы сами являетесь творцом чего-то нового и невообразимого. Здесь можно поиграть со светлячками и лампочками, совершить квантовый скачок во времени и пространстве в нашей квантовой комнате, также услышать и увидеть зарождение лозы своими глазами и стать частью наших интерактивных инсталляций. Рекомендую каждому побывать здесь хотя бы раз, чтобы убедиться в этом лично. А те посетители, кто бывал уже, возможно, и не раз, убедились в том, что это уникальная просто экспозиция? Да, ежедневно наши гости убеждаются в этом, удивляются и благодарят за такое невероятное пространство. Оно является уникальным и аналогов практически нет в России. Есть инсталляции, которые строились только под нашу галерею света. Спасибо вам большое, ну что уж удачные вам ночи музеи, побольше посетителей, таких вот тоже ярких, как и все экспозиции. Собаками опускают? Да, кстати, можно? Не узнали, но думаю, что, наверное, можно будет. Дурнули. Нет. Ну, нужно съездить. Мы попытаемся, конечно. Надо съездить. Попробуем прорваться. Посмотреть. На самом деле, хочется еще сказать, что музеев много. Не знаю, были вы или нет. У нас есть... Я был в музее Захарченко. Что привлекло? Что понравилось? Интересно, что там было вообще. Все понравилось. Узнали о судьбе? Не о судьбе, он же в родовом селе в Кореновском районе. А, то есть вы были прям... Конечно, там и музей сделали. Коренов. Да, очень интересные, необычные вещи там хранятся, фотографии. Путешествуете по краю? Конечно. А в каких музеях еще бывали? Не Краснодарский? Сочинский очень интересный музей, Анапский очень интересный музей. Куда посоветуете вот сходить? Ну, я бы советовал так. В каждом городе, который попадаешь, надо посетить барахолку и музей. И получится срез ценностей, которые были и сакрализованы, условно говоря, государством, и ценности, которые считают ценным население. Вот и получается, что ты понимаешь, как в этом городе жили, живут и будут жить. Что для них будет антиквариатом? Интересно. Ну вот, кроме того, вы еще сотрудничаете с художниками, тоже же об этом говорили, различные деятели искусств. Организовываете, конечно, у себя выставки. Что сейчас? Из ближайших мероприятий у нас будет уже второй винный фестиваль, куда мы приглашаем огромное количество виноделов Краснодарского края и ближайших районов. Там и Ростов, и Крым в прошлом году были. А в июле месяце у нас персональная выставка молодого начинающего художника, пока неизвестного, но думаю, что у него есть все шансы. Поэтому нужно подписываться на наши социальные сети, бронзовые лошади, да, и приходить на мероприятия. У нас постоянно что-то интересное проходит, например, завтра у нас показ модели одежды. Вот так? Да, но не все мероприятия... При эскурсе участвуют в этом? Да, они, да, уже конкретные операторы. Ну, кроме операторов, им приходится еще выполнять в роль живой фотозоны, потому как в любом мероприятии участие двух пятнистых собак производит некий фурор. Вы сегодня тоже почти модель. А это у нас корпоративный мерч, называется «В масть». Вот так, свое название. Меняется ли вот со временем, да, вы организовываете различные экскурсии, в том числе и выставки, а меняются вкусы у людей? На кого сейчас больше ходят? Больше любят классику, либо молодых художников? Сами художники тоже меняются? Сейчас, и как и раньше, ходят на художников, которых привозят из других регионов больше. Ну, потому что местные художники, все знают, круг общения культурных людей, он очень узок. Поэтому мы свой вклад вносим таким образом, что у нас посещение бесплатно нашего магазина. Ну, в магазин глупо делать платный вход, да, поэтому мы по такой форме и пошли. А если это выставка, то там вход чисто символический 100 рублей для того, чтобы это можно было посетить место всем. Всем это доступно должно быть. И тогда появится культура, появятся культурные места. Вы же обратили внимание, много различных летних кафе, спасибо администрации, помогает развивать город в таком культурном направлении. Дворы всевозможные. Потом в этих дворах появятся выставки. Раньше выставки в барах были в каких-то, и то не во всех. А потом со временем они перекочуют во дворы, будут открытые выставки. И таким образом будет продвигаться культура и рождаться культурный Краснодар в новом формате. Чего не хватает, как вы думаете? Не хватает приезжих туристов. Вот это то, чего не хватает. Как только они появятся. Мы ждем туристов. Скрывается у нас туристический сезон. 20 миллионов, кстати, ожидаем увидеть у себя. Ждем их всех. Собаки ждут их. Не только на море и в горах, да, скажем. Но еще и в музеях, в галереях. В отелях. В отелях, вот, кстати, да. Ну, время нашей программы заканчивается. Кстати, вот хочу вас спросить. Сейчас ведь девчонки тоже при полном обмундировании. Камеры-то включены? Конечно, поделимся контентом. Да. Ну, тогда, Хорси, Бри, я думаю, что меня уже тоже запечатлели. Однозначно. Приятно было с вами познакомиться. Хороших вам экскурсий, контента. Хорошей ночи музея завтра. Пожелаю это и нашим телезрителям. Не пропустите весь вечер до 11 часов. Вы можете посетить все музеи, государственные, частные, галереи, театры, библиотеки, все учреждения культуры. Напомню, у нас в гостях был Алексей Виткалов, руководитель арт-центра и антиквар, и его спутницы вечные, да, экскурсоводы, коллеги, как он говорит, Бри и Хорси. Смотрите Кубань-24 и ненадолго с вами прощаюсь. Продолжение следует...